Астильба Здравствуйте! Сегодня разговор у нас пойдет об одном самом прекрасном цветке для теневого сада. Это астильба. Более 400 сортов выведены от астильбы на сегодняшний момент. С переводом шотландского астильба означает без блеска. На самом деле листва у нее очень ажурные, красивые, не содержат никакого блеска. То есть настолько она вот такая аккуратная. На сегодняшний день выведено множество сортов, которые могут даже мериться с солнцем. А последняя разработка наших ботаников это хоста с винными листьями, который может расти на открытом солнце. Вообще считаю, что астильба это теневое растение. Итак, что же вы должны знать, если вы решили посетить в себе такую красавицу? Существуют различные формы и виды астильбы. От маленьких миниатюрных форм, которые занимают 15-20 см, и до двухметровых. То есть смотрите, какой вам нужен красавицу. Цветовая гамма у астильбы тоже очень большая. От белоснежного, розового до темно-фиолетового цвета. И очень красиво астильбы смотрится, когда она не одна растет, а несколько представителей данного растения. Если вы решили посадить астильбу в саду, вы должны подготовить прежде всего место. Что вы должны помнить? Во-первых, то, что растет в тени, я уже сказала, почва должна быть достаточно плодородной. На один квадратный метр вы должны выспать два ведра перегноя. И подготовить лунку размером где-то сантиметров 25-30. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 см, так как астильба достаточно быстро разрастается. Место должно быть не сырое, но достаточно влажное. Дело в том, что она очень чувствительна к достатку воды. Если воды не хватает, листочки у нее паникают, и она в росте достаточно сильно замедляется. Поэтому лучше, конечно, не сажать ее под большими деревьями или кустарниками. После того, как вы ее посадите, желательно бы замульчировать астильбу торфом на высоту 3-5 см. Корни астильбы склонны к прорастанию наверх. По нижней части корней отмирай. Поэтому не пропустите тот самый момент, когда нужно замульчировать верхний слой астильбы, дабы, чтобы растение ваше не погибло. Мульчировать, как правило, торфом. Размножить астильбу можно разными способами. Но, наверное, самый распространенный способ это делением куста. Выкапываем кустик, делим его пополам, присыпаем углем, обрабатываем корневином или другим стимулятором роста, и сажаем в подготовленную ямку. Можно также вырастить из семян. Но, скажу вам так, что семенами астильбу достаточно сложно вырастить. Поэтому, наверное, самый проверенный и надежный способ это делением куста. На подкормку астильба отзывается благодарным цветением. Помните, что подкармливать нужно весной азотными удобрениями, в середине лета фосфорными и в осень уже калийными удобрениями. Можно также использовать жидкие цветочные удобрения. На зиму, вообще астильба морозостойкое растение, но на зиму все-таки я советовала вам ее прикрывать лапотником. И обязательно перед похолоданием, я бы советовала вам астильбу обрезать обязательно. Не отпускать растение в зиму с листьями, пусть даже поникшими все. Лучше подрежьте растение и укройте лапотником. Вот тогда точно ваша астильба прекрасно перезимует. Если же у вас бесснежные зимы, то тогда укрытие можно сделать более теплое. Болезни, которым поражается астильба, это слюнявая пеница и нематоды. Ну, я хочу сказать, когда, если вы вдруг заметили вот такие пенные выделения в пазухах листочков, обработайте конфидором, я думаю, что у вас получится справиться с этой проблемой. Я думаю, что все советы мои вам пригодятся. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok